15 февраля для собравшихся на площади памяти особая дата. В этот день, 33 года назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие из пришедших были участниками того военного конфликта. На площади сегодня и Юрий Силантьев. Он в среднеазиатской стране отслужил один год, с 84 по 85. Связь с боевыми товарищами поддерживает регулярно. Обязательно. Без этого нельзя. Без связи с людьми нельзя. Потому что, я же говорю, историю нельзя забывать. Поэтому мы всегда с ребятами и созваниваемся, и встречаемся, и за столом сидим. Вот что сегодня и будет. Вспомним. Сегодня по всей России почитают память воинов-интернационалистов, которые погибли в военных конфликтах за пределами страны, исполняя свой служебный долг. В Самаре к монументу погибших в необъявленных войнах возложили цветы губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Ильина Лапушкина, депутаты и ветераны боевых действий. Долг своей родине отдали они далеко за пределами нашей страны, и в Афганистане, и в Вьетнаме, и на Кубе, в Африке, и по всей территории земного шара. А сейчас наши парни верные заветам своих отцов, дедов и прадедов защищают интересы нашей страны мирного неба в Сирии. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, установили в 2011 году. С Афганской войны не вернулись более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них 245 самарцев. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok